ребят всем привет и суть сегодня 27 мая 2021 год разберемся сейчас хоккей чемпионат мира что касается вчерашних заходов не заходов значит вели реал манчестер и на этот я слышу обе забьют дальше я предположу что манчестер возьмет кубок но не взял но он и не проиграл в основном время стал берите двойной шанс двойной шанс пускай был бы но я кстати поставлю бы 23 у меня зашло значит вчера у нас все ставки опять зашли хоккей вечерний матч мы брали четыре с полной больше дуплетом то есть двойничком и там по 6 шайпам он было в каждом то есть эта стратегия работает я говорил во вчерашнем прогнозе что дневные матчи меньше пяти в одном было пять в другом меньше пяти то есть пять с половиной меньше значит два вечерних четыре с полной больше так и вышло даже пять с полной больше то вчера опять мы по лесенке плюс аннули впервые наша лесенка превысила 5000 рублей значит вчера я смотрел весь матч валериал манчестер смотрю борьбы практически нет фаллов мало берем фаллы в первом тайме меньше 11 они начинают тут же фалить то есть на 13 минуте был всего один фалл я беру фалловец меньше они начинают фалить фалят фалят я беру 12 меньше вот в итоге они получают вам все 8 фаллов то есть фаллы заходят при том что валериал забил голову вот и я говорю в перерыве в группе что сейчас будут грузить на кого никого не забьет ну так и вышло сообщение все смогу отправить кому интересно когда уже было понятно что они согласны все на ничью и дальше была ставка моя на то что вели реал по пенальти пройдет почему потому что я всегда говорю так там где негры они пенальти забивать плохо плохо и вот значит исходя из этого потому что там половина негров у манчестера было но уже они пробили по 10 пенальти вот 11 пенальти били вратари друг другу испанец забил этому англичане не забил еще почему все-таки вели реал взял кубок смотрите в манчестер и так имеет путевку в лигу чемпионов вели реал не имеет у него седьмое место конфет лига конференции то есть ему нужно было вот эта лига чемпионов он ее взял это один фактор вторую все-таки фактор тренера на решающий все-таки сульшер не такой уж опытный тренер пару лет он пом тренирует манчестер унайтед все-таки это его первый клуб он раньше по-моему где-то норвежский какой-то тренировался не ошибаюсь он же сам норвежец да то есть он ученик фергистона но пока еще ничего не выиграл и но и тут и не проиграл но кубок они отдали и третье соображение все-таки вели реал это испанская команда которая решила доказать что они что-то могут в этой жизни а манчестер все-таки это негр вот которым им вообще они демотивированные люди я жил в англии значит такой я жил полгода в доме где было восемь негров и я один ребят я знаю что о чем я говорю да я их знаю как облуплены причем это были негры из африки которые из разных стран которые между собой общались основном на суахили потому что суахили это такой вот как вот снг это русский язык а у них суахили это такой международный африканский язык и практически все они были мусульмане но такие разного разлива такие не ортодоксальные но при этом они бухали там все как все как положено вот это отдельная тема поэтому я по я поставил вели реал проход за рубль 97 и это зашло то есть последняя ставка значит таким образом все ставки вчера зашли и хоккей всего семь было событий они все сыграли вот значит ставлю по 50 рублей объясняю почему потому что мне так легче нажимать на кнопочку я тут же скидыв в группу группа стать то 500 и 1000 все заходит заходы очень хороший давайте теперь все-таки хоккею вернемся поэтому хотите быть в плюсе просто вступайте ко мне в группу просто в лаве отслеживайте мои ставки которые я даю каждый день по несколько уставок по футболу где-то 70 75 процентов уже приближаются проходы по баскетболу 85 процентов проходы и заходы значит отчет у меня по лесенке был в конце апреля я снимал статистику сейчас надо опять садится на часа полтора-два час просто нет времени работаю над книгой заканчиваю книгу он рейлаги называется архипелаг гулак продолжение александра солженицын четвертый том он ты написал я написал четвертый потому что я сам из норильска и так сша латвия вот смотрите здесь я думаю латвия проиграет это понятно но коэффициент это маленький да на сша дают 143 почему сша победит во первых сша него не входят в четверку им надо войти в четверку это американцы американцы всегда дают результат это первое соображение латвия пока идет в лидирующей четверки вот 7 очков у сша 6 то есть сша должно подвинуть но латвия понимаешь что завтра игра с норвегии вот если они сейчас к 7 лягут против сша и все равно проиграют и все равно проиграют а завтра норвежцы понимаете а у норвежцев 3 очка поэтому норвежцы будут рвать и метать потому что им надо во первых себя обезопасить от вылета потому что там у них не исключено будут еще какие-то говнотерки там за 5-8 это места чтобы кто-то вылетел не вылетел вот поэтому латвия скорее всего американцам отдаст и значит у норвежцев будет брать поэтому победа сша за 143 я вижу вполне играбельный такой коэффициент нормальный я же сказал что швеция обыграть швейцарии 7-0 ребят я обосновал и объяснил да вот я думаю что латвия меньше двух голов или там уж не знаю сколько там потому что ну нет никакого смысла тэшам напрягаться там и вообще дневные матчи как-то вот надо посмотреть сколько голов забьют они если будет 10 голов первых дневных значит во вторых меньше десяти и наоборот говорил об этом много раз то есть я его разбираю по турнирной стратегии кто играть не только вот между собой но и завтра с кем то есть как как они должны распределить силы по трассе как они по трассе только я расскажу больше никто поэтому подписка лайк вчера вчера наш канал набрал перешел рубеж 2000 подписчиков и пошел дальше уже 2004 большое спасибо за доверие то есть да еще немножко моем канале у меня вот относительно моих подписчиков и просмотров мне очень высокий процент вот у меня смотрят там видео от 300 до 500 иногда 800 было просмотров там лига чемпионов там например при том что всего 2000 подписчиков у других например 50 тысяч подписчиков а посмотрим 1000 полторы то есть процентном отношении у меня целевая аудитория на самый активный то есть меня смотрят одни и те же постоянно и постоянно люди прибавляются это первое второе удержание аудитории у у меня одно из самых высоких в ютюбе формате Говорят Шагала. Мой канал относится к формату Говорят Шагала. Я просто говорю, рассказываю. 9 минут я удерживаю аудиторию. Во-первых, среди всех прогнозистов у меня самые длинные ролики. Они самые информативные, самые объемные, самые обучающие. То есть я рассказываю все, что знаю, не скрывая. Не беру за это денег. Поэтому вступайте ко мне в группу. Единственный доход, который я имею, это моя группа и Молбет. Прошу прощения. Переходите по ссылке, закрепленной в комментариях. Ну, это мои официальные партнеры. Получайте промокод мой персональный и как только вы зашли в Молбет, вам дают фрибет. Ну, насколько вы пополнены на 19 тысяч, значит, настолько и пополнят вам фрибет. У меня один из самых высоких фрибетов в Молбете вообще. 19 тысяч. Вы можете получить, если вы 19 тысяч поставите. И потом просто отыграете. Ну, там условия, я не буду говорить, я не знаю, честно говоря, какие там условия. Потому что самому мне в Молбете играть нельзя. Вот такие вот условия. Потому что я их партнер. Но Молбет предоставляет разные хорошие опции, такие как, особенно в баскетболе, возврат денег, когда у вас на полтора очка вы промазали супер тотал или супер фора. Например, вы поставили 19 полное больше, а они набрали 18, вам возвращают деньги. Вот это Молбет во всей карасе. Поэтому добавляйтесь в Молбет, добавляйтесь в мою группу, давайте играть вместе. Я буду помогать, вы можете мне звонить. Но я прошу у всех об одном. Если вы мне звоните, пожалуйста, будьте подготовлены. Сегодня позвонил Джана Царинбурга, говорит, а что ты думаешь по матчу по-хоккейному? Я говорю, по какому? Ну, вот по-германскому. Я говорю, по какому по-германскому? А я только проснулся. То есть вот эти затыки, то есть надо быть подготовленным. Скиньте какое-то сообщение, чтобы я подготовился. Я всем отвечаю. Вконтакте, все ко мне в друзья добавлятся. Добавляйтесь ко мне в друзья. Итак, Швейцария, Словакия. Мы смотрим, во-первых, кто когда играл. Швейцария рубль 90 на них дают. Швейцария последнюю игру проиграла. Швеция 0,7. А Словакия выиграла у России. Словакия вообще три матча подряд выиграла на чемпионате мира у Белоруссии, у Великобритании и у России. Ну, практически, можно сказать, одной ногой она обеспечила себе уже место в составе. Но, понимаете, выиграть и у Белоруссии и Великобритании, это как бы ни о чем. Хотя белорусы почему-то хлопнули латышей. А, я знаю почему. Потому что эта страна противник, и белорусы на них злые были, как собаки. Значит, как быть в этой ситуации? Во-первых, открываем таблицу и смотрим. Еще отличие моего канала. Я учу анализировать, я учу рассуждать, я не даю рыбу, я даю вам удочку и учу ловить эту рыбу. То есть, вы от меня можете не зависеть. У меня есть ученик прекрасный, Трофим, у него уже свой канал. Ему 11 лет, у него прекрасные заходы по хоккею, по футболу, по всему. Человек в день генерирует 2, 3, 4 экспресса. Вся группа их берет. Оплата после захода. Поэтому, если вы хотите каждый день у себя иметь на игровом столе 2, 3, 4 уверенных двойника, тройника, просто вступайте ко мне в группу за 250 рублей, просто получаете эти двойники и тройники, просто их ставите. Если они заходят, вы платите там какие-то, скажем так, цена билета в кино. Все. Вот так мы работаем. Плюс моя группа, значит, я ставлю 50 рублей, вы 500, там, 1000, кто сколько может. При этом вы мне можете вообще ничего не присылать. Вот серьезно. Абонентская плата 200 рублей в день, значит, и так далее. Словакия, Швейцария. Словакия идет на первом месте, Россия тоже 9 очков, Швейцария на третьем, Дания на пятом. Вот. Ну, как ни странно, Швеция и Чехия на последних местах, но это только начало. И, значит, мы должны понимать концепцию вообще швейцарцев, что они хотят, с кем они будут дальше играть. Вот они были лидеры, да, и вот мы открываем календарь. У них предстоят впереди тяжелые поединки. Значит, вот сейчас они играют со Словакией, а следующая игра с Россией. И понятно, что две игры подряд они не выиграют, потом Словакия. Четвертую игру подряд тоже вряд ли выиграют у Швейцарии, хотя такие товарищи у Словакии достаточно непредсказуемы, как и все, как и любые славяне. Я их на футбол вообще не люблю брать, вот этих словаков, чехов там каких-то, да. Вот. И дальше у Швейцарии такая история. Словакия-Россия, Беларусь-Великобритания. И Словакия, в общем-то, понимает, Швейцария понимает, что она может спокойно проиграть Словакии, спокойно проиграть Россию, и потом обыграть просто Беларусь и Великобританию. Но не факт. Вот я бы, честно говоря, в этом матче бы не брал бы ничью победу здесь. Но, значит, как быть? Как быть? А быть очень просто. Так как Словакия на первом месте, то мы просто нажимаем теперь на Словакию и смотрим календарь Словакии. Если Швейцария набирает там в последних двух матчах с Великобританией, Беларуси свои очки, то Словакия надо смотреть, с кем они набирают или не набирают. Так, ну вот они играют у нас. Словакия сегодня играет со Швейцарией. Они идут на первом месте. И последние игры у Словакии самые тяжелые со Швецией и с Чехией. Вот тут наступит момент истины. Но 29-го игра с Данией. Поэтому я думаю, что вот в Словакии и Швейцарии здесь будет очень упорная борьба и победа одной из команд, наверное, в одну шайбу. Вот как-то так. Или ничья, или какая-то. Хотя это не плей-офф, это не полуфинал никакой. Но это принципиальная игра, потому что они борются за место под солнцем. И, конечно же, в последней игре вот в Словакии и Чехии, так как это братья-славяне, если на тот момент в Словакии обеспечат себе место в четверке, а Чехия им нужна будет победа, конечно, они им подарят. 100% подарят. Вот поэтому Словакии должны понимать, что... Тут надо считать на компьютере, сколько очков, потому что Словакии не выиграют обе игры и у Швеции, и у Чехии. Какую-то одну они обязательно проиграют. А может быть и обе проиграют. Поэтому они будут обыгрывать Данию. Будут обыгрывать Данию. И возникает такой вопрос, нужно ли им обыгрывать Швейцарию. Вот тут, конечно... Я думаю, что Словакии в этой игре все-таки не проиграют Швейцарскому, потому что они вот за очко за это зацепятся. Во-первых, швейцарцы все-таки это претенденты на место в четверке. И принципиально у них хотя бы одну очко откусить. Датчан они обыгрывают. Набирают они по итогу, значит... Там система какая-то непонятная. По три очка сейчас за победу, да? 13 очков получится, если очко со Швейцарии. И потом спокойно сливают Швеции и Чехии. И спокойно с четвертого места идут в плей-офф. А там уже они дальше будут разбираться сами. Так, вот Финляндия и Италия. Аналогично мы разбираем, смотрим. Это уже в вечернем матче пошли. Значит, еще раз говорю, если в первых двух дневных будет меньше 10, значит в вечерних будет оба матча 4,5 больше. И наоборот. Если будет больше в дневных 5,5 в обоих, то в этих будет меньше 5,5. Финляндия и Италия. Значит, понятно, что итальянцы пролетают, у них 0 очков. Хотя, вот помните, Фил Эспазито играл в Канаде, да? Я хочу сказать, что когда в 80-м году США выиграла Советский Союз 4-3 на Олимпиаде, никто не верил. Вот получили газеты, никто не верил, что такое может быть. Ну как это американцы, какие-то там американцы могут... Они выиграли. Так вот решающую шайбу забил итальянец. Итальянского происхождения групп. Он был капитаном команды. А Фил Эспазито, вот канадец, да? Казалось бы. Но знаете, как переводится Эспазито? Подкидыш. И вот я вспоминаю слова Николая Озерова. Фил Эспазито. Как он клюшка нам замахнулся на этого судью. Судья же там закрылся, думал, сейчас его убьют. За двухминутное удаление. Поэтому какой-то там подкидыш. Фил Эспазито. И вы вообще знаете, вот это вот прелюбодеяние, такое преклонение перед всем западным. Это очень свойственно русским людям, особенно русским бабам. За каких-то турков, за каких-то арабов. Вы поймите, что они чможники по сравнению. Просто чможники. Запомните, русские, россияне, вместе с украинцами и татарами, это самая великая, величайшая нация, величайшая цивилизация. Мы все изобрели. Начиная от самолетов и кончая космическими кораблями. А вы с какими-то турками, извините, ездите трахаться. Мне многие даже знакомы говорят, о, я поехал в Турцию, там трахаться. Ну и дура. Вот что я могу сказать. Значит, Финляндия и Италия. Финляндия 7 очков, Италия на последнем месте. Значит, Финляндия попадает пока в четверку, у них третье место Казахстана 7 очков. Ясно, что Казахстан, скорее всего, к сожалению, вылетит. Латвия тоже под большим вопросом, потому что по 7 очков у них. Почему? Да потому что США, Канада займут их места. Вот и все. Дальше, значит, Германия, Финляндия, США, Канада. Ничего тут, Латвия, не войдет. К сожалению. Потому что хватит им. Им канадцы проиграли, значит, и достаточно. Поэтому мы... Я даже не хочу разбирать этот матч. Тут вопрос только в тотале. Все. Здесь тотал какой-то будет. 5 с половиной больше, там, например. И так далее. Швеция, Чехия. Вот тут очень интересный матч принципиальный будет, потому что обе команды идут пока внизу, они замыкают турнирную таблицу, они даже ниже Беларуси стоят. Но Беларусь свой матч уже сыграла, и Великобритания, и Дания. А шведы и чехи как бы имеют в запасе по игре. Вот. И тут, опять же, важно понимать турнирную стратегию. На какой упор будут делать, значит, команды, на какой матч они будут делать упор. Вот. У шведцев очень хорошая разница. 10,5. У чехов отрицательно. 8,11. Ну, надо смотреть, с кем играют, потому что Швеция разгромила Швейцарию. 0,7, да? Вот. Поэтому мы смотрим, значит, с кем они играли до того как, и с кем им предстоит. Во-первых, шведы отдыхали на один день меньше. Вот. Голов забили много. 7 голов. Я думаю, что в этой игре шведы много не забьют. Чехи отдохнули против Беларуси. 2,2 сыграли и в овертайме дожали. Отдыхали на один день больше. Поэтому здесь преимущество чехов. Почему? Да еще и потому, что, во-первых, они идут на последнем месте. Чехи – это очень хитрая, продуманная, противная нация, которая всегда на палки в колеса вставляла. Вот. Не могут простить нам 68-й год. Ребята, а кто, значит, в этом, в 19-м году, кто интервенцию сделал? Не чешский ли корпус сделал восстание? А кто у Колчака забрал золотой запас? Чехи находились тогда на территории России. Извините. Мы Чехию не захватывали. Поэтому они вот это не помнят. А Россия была в основном миролюбивая. Никому не лезла. Букмекеры не знают, чем тут закончится. Я думаю, что Чехи должны хлопнуть. Вот. Коэффициенты на Чехию – 2,60, на Швецию – 2,30. Понимаете, здесь еще вот только я рассказываю исторические какие-то моменты. Какая-то подоплека политическая. Например, когда Турция и Венгрия играли, здесь будет 4,5 желтых будет больше. Почему? Да потому что ненавидят Турцию. Вообще весь мир ненавидит Турцию. И только русские бабы любят этих турков. Выходят за них замуж, рожают от них детей. Тупая нация. Вот абсолютно тупая нация, которая ничего миру не дала. Ничего. Кроме одного режиссера, Казан Аглу, который открыл там целую плеяду, голливудских звезд. Ну, так он уехал в Голливуд. И, кстати, вот эту песню «Синий-синий» лег на провода, да, написал человек русско-турецкого происхождения, который уехал, по-моему, в Америку. Ну, почитайте историю. Турция миру ничего не дала. Они просто всех захватывали, захватывали, значит, обрезали, вырезали, значит, мусульмане. Они дошли даже до Молдавии, понимаете. Даже вот эти вот гуцулы, гуцулы – это какие-то потомки турков. Вот у нас, кстати, Александр Радулов, он же гуцул, понимаете. Смотрите на его лицо, он практически турок. Поэтому вот эти моменты тоже надо учитывать. Противостояние Швеции-Чехии – это, конечно, историческое противостояние. Вот. Как они играют между собой. Ну, меньше пяти, вот как они играют. Я говорю упорная борьба, оборона. Шведы мало, здесь шведы больше трех голов точно не забьют. И чехи должны побеждать. Вот такой мой прогноз. Кому понравилось, ставьте лайк, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, делитесь с друзьями, обязательно подписывайтесь на мой канал, обязательно вступайте в группу, потому что за 250 рублей в месяц вы получите просто колоссальные знания. Не только от меня, но и от других членов нашей группы. Все очень прекрасная погода. Плюс 20, уже, значит, можно загорать, купаться. Вода холодная еще, но уже нормально. Цены начинаются за маленькую-маленькую однокомнатную квартиру. Где-то 25 тысяч можно снять. И еще и нету, еще и не найдешь, понимаете. Так что, ребята, вот такие вот дела. И у кого есть вопросы, пишите мне на все источники, которые я укажу в описании. Всем удачи, до свидания.